В молодежном центре «Химик» состоялись первые в истории игры КВН среди студентов военных вузов при Министерстве обороны России. Объединенные общей темой вежливые люди, будущие танкисты, летчики, разведчики представили свои лучшие шутки на третьем отборочном этапе. Из первой игры в Воронеже вышли три финалиста. После этапа в Москве два, а на Омском КВН выберут лишь одну из шести команд Сибири и Дальнего Востока. Омск был выбран не случайно. В этом городе есть прекрасные военные организации. Это Омский кадетский военный корпус Министерства обороны и Омский автобронетанковый институт, филиал военной академии материально-технического обеспечения. Но и также есть 242-я бригада воздушно-десантных войск, есть еще военно-технический центр при Омском государственном техническом университете. То есть военных в вашем городе действительно очень много. Родной город на играх КВН представила команда Т-34 из Омского инженерного бронетанкового училища. А мечи с первого конкурса приветствия показали свой потенциал и сразу же ввязались в борьбу с другими лидерами командами из Владивостока, Благовещенской и Тюмени. Оценивали армейский юмор шесть судей. Большая часть жюри у нас амичи, да, и я обещаю, что судейство будет беспристрастным, как в спорте, и победить именно должен тот, кто будет, наверное, самым оригинальным в жанре именно КВН. Определить лидера было отнюдь непросто. Злободневные шутки о внешней и внутренней политике России, а также зарисовки на тему военной службы зал принимал на ура. И не только потому, что зритель был в форме. Военный юмор студенческой молодежи был искрометным и понятным. Я считаю, что это очень важное, оно проводится для нас впервые. Я думаю, что это движение надо развивать, КВН, не только среди гражданских, но и среди военных, потому что у нас ребята очень умные, которые могут состоять хорошую конкуренцию гражданскими ребятами. Хозяева нынешнего этапа команда Т-34 к последнему музыкальному конкурсу делила первое место и шансы на большой финал в Москве с тюменской сборной «Мирное время». Но зажигательное выступление о мячей, которых с видеоэкрана поддержал сам Сергей Шойгу, принесло команде на один балл меньше, чем соперникам. И тюменцы победили, набрав 58 очков. Во-первых, музыкалка – это наш конек, как мы поняли. И у нас были в основном две самые бомбовые шутки. Это была Шакира и, естественно, Ибн Хаттабин. Зашли – просто супер. На играх в Омске шестерка участников в борьбе за кубок министра обороны замкнула новосибирская команда 54-й регион. Пятое место заняли дети неба из Челябинска. А чуть-чуть впереди оказалась владивостокская команда «Макароны» по-флотски. Третьими стали студенты из Благовещенска. Команда «Осторожно, двоку». Финал КВН пройдет 14 февраля в Центральном академическом театре Российской армии, где соберутся все лидеры отборочных этапов.